Уважаемые товарищи, мы с вами выяснили, что граница в конечном нечто становится пределом. Что такое предел? Предел – это граница, за которую выходит нечто. И хотелось бы проиллюстрировать понятие предела и границы некоторыми примерами жизни. Очень важно. Вот, скажем, мы говорим рабочий день, граница рабочего дня. Но посмотрите, как у Маркса в «Капитале» ставится вопрос. Он говорит о пределах рабочего дня. То есть, Маркс прекрасно понимает, что граница рабочего дня обязательно будет отрицаема и подвижна. А чем отрицается предел? Предел отрицается ложествованием, то есть, определением, которое нечто находится в отрицательном соотношении с границей. Вот что является определением капитала? Самая возрастающая стоимость. Значит, ложествование капитала стоит в том, чтобы увеличивать прибавочную стоимость. И как это можно сделать? Ну, надо выйти за границу, установленную границу рабочего дня. Например, удлинить рабочий день. И вот здесь капитал, значит, очень активно шурует. И Маркс говорил, что на верхней границе, так сказать, определяется физическим возможным человеком. Совершенно верно. То есть, удлинять рабочий день капитал склонен, так сказать, безгранично. Да, 8 часов мало, 9-10. А что мы не знаем, что есть, например, такие вахты, которые по 24 часа, а еще и по 36 часов. Если мы берем непроизводство сферов, был случай. Значит, медсестра отработала 36 часов, вышла, умерла. Да, конечно, правильно, правильно, конечно, есть физическая граница. Но видите, как капитал игнорирует наличие этой границы и стремится отодвинуть границу рабочего дня, рабочей смены, трудовой смены, границ человеческих возможностей к пределу, который, тем не менее, заканчивается, выход за который заканчивается смертью. То есть, в этом смысле, не надо удивляться, как же можно еще, насколько удлинить рабочий день, может быть. Да это, на самом деле, предел же. А пределы рабочие, так сказать, дня неподвижны, значит, граница может повышаться в интерес к капиталу сколько угодно много. И тут надо не рот разевать и не удивляться, а понимать, что рабочий класс должен пороться за то, чтобы сократить рабочий день. А что, почему, так сказать, надо сокращать рабочий день? Потому что, на самом деле, скажем, рабочий класс заинтересован в обеспечении полного благосостояния свободного всестороннего развития всех сенов общества. А с чем это связано? В том числе, с увеличением свободного времени. Поэтому другая линия движения, граница рабочего дня, его сокращение. И какая бы, так сказать, величина ни была достигнута, скажем, шестичасовое рабочее день, это граница. А с нее не надо ради выходить. А если будет пятичасовой рабочий день при повышении производительности труда, при увеличении массы материальных благ и при увеличении свободного времени на час, разве это будет плохо, разве это не выиграешь? Поэтому, на самом деле, это граница, которую нужно сделать пределом. И никогда не надо останавливаться на этом деле. И вот здесь граница будет действительно тоже подвижна, предел будет подвижный. И, честно говоря, движению этому не видно конца. Потому что, если будет повышаться производительность труда и будет увеличиваться свободное время, и очень хорошо это, в этом и стоит задача коммунизма, как в его первой фазе уничтожения класса, чтобы увеличить свободное время, в котором все будут свободно развиваться. Поэтому мы можем двигать, ну, шесть часов, это вот только первый шаг. Это вот в рамках классического способа производства. Вообще говоря, здесь каждая граница будет становиться пределом. И в этом движении будет обеспечиваться, как раз обеспечиваться свободное развитие всех членов общества. Поэтому это когда потомки будут смотреть на то, что мы с вами обсуждали, что возможно и шести часововой рабочий день или невозможен, они скажут, ну, дорогие друзья, на самом деле это не граница, а предел. То есть граница, которую надо отрицать, и в интересах обеспечения свободного развития любая граница рабочего дня должна отрицаться. И, так сказать, рабочее время, имеем в виду в производстве, должно сокращаться. И будет время, когда это будет час на рабочий день. Уж как и будет организовано, может, два часа, может, три часа в два дня на производстве, а остальное время будет посвящено научному труду, образованию, участию в управлении, физическому, культурному развитию человека. Ну, не на мой в этом судить. Но можно с уверенностью сказать, что, исходя из понятия предела, всякая граница рабочего дня будет отрицаться, и рабочий день будет сокращаться. И в этом как раз стоит прогрессивное развитие экономики. И условия перерастания социализма в высшую фазу коммунизма. Редактор субтитров А.Семкин